Еще раз проиграли, Wings Gaming сыграли 1-1. Ну что же, результаты я вам сказала последние. В принципе, рейтинги и ставки также озвучила. А теперь поговорим про пики и что же в этот раз придумал директор. Ну, для начала представим команды. И Ньюби играют за сторону света. Склай играет у нас на Dragon Knight. Тули играет у нас на Batrider. Кей играет на Airspirit. Простите, на Airspirit. Джа Джа Дерорблейд. Ли Ванжифул Спирит. И LGD играет за сторону тьмы. Директор на Слордаре. Сэп Элдер Титан. Мэйби Шторм Спирит. Вот как раз я очень рада, что Мэйби играет на Шторм Спирите. Если вы не знаете в Китае, он очень много на этом героя сыграл в профессиональных игр. Играет на нем очень круто. Поэтому стоит вам обратить внимание, если вам нравится этот герой, вы хотите научиться на нем играть получше. Агрессив Луна. Один из самых известных и, наверное, уважаемых Кэри Китая. Он показывает очень хорошую игру. Зачастую чересчур агрессивную. В соответствии с его имником. Но, тем не менее. Кристалл Мэйден. Так, на секундочку. Все. Все нормально. Пошло. Пошло. Пошло дело. Но, честно говоря, с тем, как играли Ньюби, я уже на секунду подумала о том, что у них есть, в принципе, хорошие шансы выиграть. Но вот закидон Свена, после того, как они забрали Рошана, и Свен был просто максимально силен в тот момент, а у Марфа не было никаких вещей. Они, в принципе, могли снести тогда уже сторону. Однако, вышло то, что вышло. Ну, и давайте обсудим у нас лайнинг есть на данный момент. Драгон Кнайт в миде стоит против Шторм Спирита. В принципе, что Шторм, что ДК должен стоять ровно. Может, Шторм чуть даже лучше по Крепстату. Опять же, будет зависеть от того, как будут себя вести саппорты команды ЛЖД и команды Ньюби. Кто, скажем так, своему мидеру поможет. Вообще, ДК очень плотный, поэтому, благодаря своей пассивке, регену, у него вроде бы проблем сильных быть не должно. Директор в Харде на Слардаре. Стоит он против Эр Спирита, Террор Блейда и Венчфул Спирит. Ну, вот я немного удивлена, что Директор все-таки отдал Террор Блейда. Как вы сами понимаете, герой на данный момент просто очень сильный. Так, Эр Спирит вкатился, промахнулся своим камешком. Ну и на этом все, атака закончена. Так вот, Террор Блейд сейчас очень сильный и, в принципе, пикают его все. Если, разумеется, его отдают. Плюс здесь есть Венгам, то есть есть подсейв для этого Террор Блейда. Опять же, есть Аура. Еще один момент, который хочется добавить в миде у нас ДК, то есть под пуш будет очень даже неплохой. Начинать замес можно с помощью Бэтрайдера, который у нас стоит в Хардлайне. И, кстати, заметьте, Ньюби отправляет своего Бэтрайдера в Хардлайне, например, если могли бы отправить в лес. Значит, соответственно, думают, что его здесь убивать не будут. Хотя, когда против тебя стоит агрессив, ты понимаешь, что играет он очень-очень нагло. И, соответственно, будут пытаться убить... Ну, вот в плане того, что вообще будут пытаться что-то с ним сделать, не дадут спокойно стоять. Хотя, вот сейчас мы смотрим, и вообще Бэтрайдер имеет третий левел на второй минуте, пока его не сильно гоняют. А все почему? А все потому, что кристалка была у нас... Кристалка оформила лес, ну и, соответственно, позволила Бэтрайдеру немного подоглеть. Бэтрайдер здесь еще и нейтралов подфармливает, поэтому с левелом у него проблем не будет. Так много маны накручивает стан Элдор Титан. Вот если бы Луна была рядом, конечно бы убить получилось. И последняя тычка, Ферстблад, который делает у нас Элдор Титан. Прям с руки. Ну, у него ботинок, в принципе, был... Транквилый, но хватило. Хватило на последнюю тычку, скажем так. И ФБ достается команде ЛГД в этот раз. Директор. Директор у нас на Слордаре не фидит. Уже, в принципе, у него только второй левел на третьей минуте. Поэтому по левелу он немного Бэтрайдера, скажем так, отстает от Бэтрайдера. Но, тем не менее, у него, например, по крайней мере, он и не фидит. А вот Бэтрайдер уже отдал ФБ. Можно хотя бы как-то сказать, в плюс вошло то, что Элдор Титан ФБ забрал, а не Луна. Если бы еще Луне и ФБ отдали, это на самом деле было бы совсем грустно. Притом, давайте поговорим как раз о Луне. Луна Кэрри, которая на данный момент является одним из самых непопулярных. И, в принципе, в новом патче, по-моему, если я не ошибаюсь, ей подняли буквально... По-моему, ничего не подняли. Ну, спид, может, чуть-чуть больше сделали. Как-то совсем она пропала из виду. Но, несмотря на это, это вторая игра, которую я как раз сегодня комментирую с Луной. Нагло перед носом у ДК, Кристал Мейден забирает руну Регена. На топе Баунти забирает у нас Шторм Спирит. Пятый левел и Метя. Как раз можем сравнить Крипстаты. И выведем, что я была права. 23 Крипа у ДК, 26 Крипов у Шторма. Идут они абсолютно ровно. Пару Крипов, в принципе, ничего не решают. Четвертый левел Цирл Блейда. 27 Крипов. Он, в принципе, наравне с Луной идут. Все, в принципе, пока ровно. Единственное, что хочется отметить, хороший левел у Батрайдера. И вот тут в этом плане отстает у нас Директор на Слордаре. Однако, в миде произошел размен Эр Спирита на Шторм Спирита. Ну, конечно же, замес выгоднее бы был для команды Ньюби, если бы после этого не забрали ДК. В итоге, 2 в 1 разменялись. Ну, то есть, ДК и Эр Спирита на одного Шторма. Мне интересно, если честно, как будут играть именно Ньюби с Тирл Блейдом. Потому что, вообще, потенциал этого героя, на самом деле, достаточно жесткий в плане того, что... Ох. Пришел Шторм. Он просто пришел, а сюда перетянулась прям куча героев. А сейчас еще Шторм не долетает, Мэйби. Ну, как же так. Ой, все-таки хватило. Откидлялся. Отличный был там стан от Элдер Светана. Я, вообще, уже похоронила Мэйби. Однако, все же Элдер Светан его подсейвил неплохо. Сейчас на развороте. Элдер Светан с руки, с руки его. Пошел станчик. Станчик очень хороший. Однако, добивать, я думаю, постесняется. Ну, назовем это так. В миде расправляются с Бэтрайдером. Как-то слишком нагло он полетел уже. Непонятно куда. Тут же и Шторм, и ЦМка. Да и Луна подошла. Луна, кстати, уже с Ультимейтом. 1.01 у Агрессива. Посмотрим на раскачку, кстати, Агрессива. В принципе, пока... В случае, будет Макси второй. Но это Агрессив все же. Тут нельзя быть до конца во всех уверенным. Принес себе Аквеллу. Графики, ну вообще, на шестой минуте пока рановато смотреть. Ну вот видим, что у LGD есть небольшое преимущество по опыту. Ну, простите, по золоту, а по опыту также примерно 700. 700-600, да. Итак, хочу что-то с паузой. Ну, тут, в принципе, два фрага ведут. Пока по товарам все ровно. То есть, никто никакого товара не забрал. Расперед пришел на топ получать лавов. Пока дают, можно и забрать, скажем так, да. Бэтрайдер наверняка пошел в леса. Для того, чтобы как можно быстрее нафармить себе даггер. В принципе, у Бэтрайдера все неплохо. Несмотря на его две смерти. Седьмой лаву на седьмой минуте имеется. Но подфит был. Расперед. Все же получить лаву не дали. Пока дают, надо получать. Ну, если не дают. Соответственно, отправляться в таверну. И, ой-ой-ой-ой-ой. Нападение на шторма закончилось тем, что был потрачен ультимейт Драгон Кнайта. И было потрачено лассо. Вообще, честно говоря, я думала, что шторм просто будет заивейдить. Однако, мне кажется, Мэйби либо он рассчитал, что его не убивают. И он специально развел, скажем так, на ультимейт ДК. И на лассо Бэтрайдера. Либо просто, опять же, переоценил. Думал, что не дотянутся на него. Но дотянулись. Тиролблейд. А вот теперь это, на самом деле, очень удивительный момент, который вы должны увидеть. Первый. Тиролблейд, наверное, в 80% случаях не качает ультимейт на седьмом левеле. И меня это зачастую удивляло. Почему ты не качаешь ульту, так как, в принципе, уже любая уважающая себя команда понимает. Ага, так, у него еще седьмой, там, шестой левел. Значит, ультимейт он не прокачал. Ну и, соответственно, его можно пойти убить до его ульты спокойно. Так вот, здесь также решили команду LGD. Однако, этот Тиролблейд ультимейт прокачал. Ну и славнился ХП с Кристал Мейден. Однако, все равно, он погибает. Но разменялся хотя бы как-то. Я понимаю, что размен не очень хороший Тиролблейд на Кристал Мейден. Но, тем не менее, хотя бы какой-то. В миде спанули ДК. И, ну, в принципе, тут вчетвером с ним расправились достаточно быстро. Делает ТП Батрайтер. Полетел, уводит крипов. Ну, за ним уже Шторм, в принципе, полететь не может. Так, у него маны. Всего 200 маны. Батл пустой. Ну, девятая минута. Давайте откроем Нетворсы. По крипам, в принципе, давайте посмотрим еще раз. Тут все понятно. Ну и, оп, Нетворсы. Первое место. Неудивительно, находится у нас на первом месте Луна. Во-первых, она ни разу не умирала. Во-вторых, у нее 2.02 статистика. На втором месте... Первое. Вот они вот практически буквально пару крипов. Кто-то бывает, кто-то и лидирует. На втором месте находится Шторм. У которого 3 фрага, 1 смерть имеется. Но, опять же, все у него достаточно неплохо. Подфармливает Лиса. Пока его команда в лице Элдер Титана и Кристал Мэйден пыталась развлекать вражеских тиммейтов. Кристал Мэйден отдали. Но главное, чтобы Элдер Титан пытался уйти. Однако на нем сейчас висит 4 стака. Но под Тавр швей идти это слишком большая наглость. Забрали Кристал Мэйден. Потратили на нее ультимейт ДК. Скажем так, ну и... И бог с ней. Это Кристал Мэйден, которая, в принципе... Убить которую вообще не составляет никакого труда. Тут еще ульт потратили. Ну, вообще, неплохо, что хотя бы этот ультимейт можно дальше попробовать Тавр забрать. Так вот, по поводу Террор Блейда. Мне кажется, основной его потенциал в том, что могут просто идти и пушить, забирать Тавра. Однако, тут ЛГД просто так Тавра вроде бы... Вроде бы ключевое отдавать не хотят. Но вообще, что сделает Слордар, Кристал Мэйден и Элдер Титан втроем против четырех игроков команды Ньюби, я не знаю. Однако, вот форма Террор Блейда закончилась, и уже идти дальше как-то немного страшновато. Батрайдер до сих пор без Даггера. Еще раз хочу заметить, что если Батрайдер у нас идет в Харду, и чаще всего он припитает именно Даггер следующим айтемом. Если Батрайдер идет в Мид, следующий айтем, который от него стоит жать после Сабхага, это как раз Барабаны. Он тут Хардовый, поэтому будет собирать себе, конечно же, Даггер. По крайней мере, я надеюсь. А не то, вся моя аналитика окажется бесполезной. Ладно. Винга, левел пятый. Пока подсейвить не может. Надо где-то шестой украсть. Кстати, Невной Смерти Юли пока еще нету. Делает ТП в Мид. И я уже хотела опять ругаться. Элдер Титана должен хватать в Лассо Батрайдер. Хватил бы, если бы была мана. Однако подстанчик от Винги и без маны находится сейчас совершенно Батрайдер. Соответственно, в это время можно попробовать забрать Вингу. Вортекс, минус Меджифл Спирит. Размен пока 1-2. Элдер Титана и Кристал Мэдден на Вингу. Что дальше? Утимейт Луны был не самый удачный, на самом деле. Просто тут еще иллюзий полно. И Луне придется как-то отсюда убегать. Проблема в том, что ТП успеет сделать. В принципе, у Витрайдера маны нет, чтобы его сбить. Итак, получилось у нас все-таки 3 в 1. Немножко подфидели. Но самое главное, что выжил Шторм, выжила Луна. А эти герои, на самом деле, в конце дальше тащить и будут. Опять же, Агрессив совершенно по своему велу собирает Луну. Я, например, ожидала, что он соберет ее через, скажем так, по Мэйстрину, по новой моде. В принципе, по Мете, самое главное. И приобретет ей Драгон Лэнс. Однако, Агрессив, на то и Агрессив, что у него на свое мнение. И собирает он Сашу Яшу. Притом, даже не Доминатор, чтобы там какие-то стаки поделать. А именно Сашу Яшу. А стаки ему никто не делает, кстати. Так, а в это время Батрайда забирает у нас Альтер Титана. Мало того, что забрал Альтер Титана, так еще фиолетовую воду сделал. Везде успел влезть, скажем так. 8-8 становится счет. Еще раз повторюсь, это вторая карта. Первую карту команда LGD выиграли. Ну и тут, конечно же, опять... Прошлую LGD выиграли без двух сторон. Так что... Тут счет 8-8. Все только начинается. Начинается подпуш от команды LGD. Ну как подпуш, пока просто луна нагло стояла, била Тауэр. Прокоцалась, кстати, достаточно неплохо. Пока немного успокоилась игра. ДК у нас с армлетом. Ну ДК как-то маловато на самом деле. 14 минут армлет. Ну хотя бы армлет им леется. Ладно, что-то я уж многого хочу. Я что, думала, какой-то Огрклаб. Вообще 900 голды имеется, поэтому почти Огрклаб у него и есть. Так что не так все плохо. Он первое место в своей команде по надворцу занимает. Даже обгоняет того же Тиро Блэда, у которого статистика 2-1-4. То есть 2 фрага и 4 ассиста. Одна смерть. Если мы сравним с ДК, у которого 2 смерти и всего лишь 1 фраг. Ну и что? Поддаст ли хотя бы сейчас это будет третий тавер, который заберут команда Нью-Бьянг. Притом заберут они его точно. Тут 160 хп. Мне вот как раз интересно, будут ли идти дальше. Потому что форма, в принципе, у ДК будет через 18 секунд. Пошла форма от Тиро Блэда. Форма ДК, форма Тиро Блэда. Куча форм. Сардар приобитает себе даггер. Все-таки добивает директор. Свой самый нужный айтем. А в это время ЛЖД даже не хотят дефить. Они пытаются сами забрать тавер. Тавер достается у нас как раз Луне. Да, это Псаша Яша на Луне. Все-таки уже купил. Однако здесь потеряли Т2. Вообще так маловато фрагов у нас здесь в 16 минуты. Сегодня мы видели на 16 минуте, наверное, фрагов минимум. Так, ну, не минимум. На самом деле были игры, где было уже 40 фрагов. А здесь команда достаточно играет аккуратно. Вот, неужели на Рошана пойдут? Луна и вместе со Сардаром это делают достаточно быстро. Ну, во-первых, под аурой Луны. Во-вторых, под апплифай дэмэджем от Сардара. Разумеется, минус Рошан. Без шансов. Интересно, кому дойдут Аегис. А Шторму, либо той же Луне? Вообще, возможно, даже Шторму. Так и. Так и сделали. Так и сделали. В инвизе находится Шторм. Ну-ка, здесь стоят в центре. Здесь. И здесь. И здесь. Или еще и здесь. Куча центрей. То есть, если уж, его могут и увидеть. По натворцам, думаю, первое место приобрела себе Метелл Хаммер. Что говорит нам о том, что будет она делать у нас БКБ. Но, опять же, не отменяет того, что есть Террор Блейд. Как с этим героем будем бороться? Так. Орчид. Орчида у Шторма еще нет. Да и, в принципе, в будущем, я думаю, что появится на том же Террор Блейде Манта Стайл, чтобы он всегда смог тот же Орчид сбрасывать. Есть Линка, которая готова его свапнуть, если будет нужно. Да и вообще, вперед должен как раз идти ДК и в себя принимать дэмэдж. А Террор Блейд где-то там сзади стоять и просто ломать лица. Шторм 4.1.1. Статистика. Ну, и вообще все очень неплохо. Да и, в принципе, тут. Такая пассивная достаточно игра. Если мы вспомним предыдущую, она была гораздо более активная. Да, она на самом деле стала более активной, когда ЛГД потеряли свою первую сторону. И Агрессив приобрелся по второй айтем Этериал. Ну, там же пошел разнос. Подпушивает ЛГД бот. Ну, на самом деле, мог дальше пушить, но боится, боится. Пока Террор Блейд находится на топе. У них есть Аегис. На самом деле, бояться она не стоит, так как у него, во-первых, дабл дэмэдж. Есть Аегис. И в любом случае, его так легко не забрать. А вот Тавр. Тавр забрать очень-очень нужно. Опять же, увеличить свое, скажем так. Так, начинается у нас замес. Бэтрайдер вытягивает как раз Элдер Титана. Элдер Титан погибает у нас первый. Бэтрайдер доминейтинг. Что дальше? Зайвейдил у нас Шторм Стан. И просто... Спрятался. Улетел. Улетел. Улетел на все ману и сделал ТП. Ну, самое главное, Тавр они забрали. Потеряли Элдер Титана. Но Элдер Титан саппорт. Так что, ничего страшного. БКБ появляется у Луны. Ну, и потихоньку, потихоньку, для 19 минут. В принципе, у нее все очень даже неплохо. Интересно, что дальше он себе будет делать. Давайте подумаем. Если сразу не преобил себе Доминатор, то, скорее всего, и не будет делать Сатаник пока что. А вот Мандер Стайл был бы, в принципе, понятным решением. Нашли Директора. Получил по щам от ДК. Луна прожимает БКБ. Ультимейт. В Новый год от Кристал Мейден. Раслом от Элдер Титана. Размен пока 2-2. Далее надо забивать ДК. ДК здесь должен умирать. И Луна преследует у нас еще и Тиро Блейда. Вот забрать Тиро Блейда было бы идеально. Ну, спид 361 против 440. Свапается ХП. И на всю ману практически летит Шторм. Минус Тиро Блейд. Мега килл от Мэйми. Что еще можно сказать? Даже Аегис не потерял. Собирает себе, кстати, орчи. Давайте посмотрим Пай Трикап. Пай Трикап уже не полный. Ну, ничего страшного. Итог, в принципе, и так видите. ДК в таверне 16 секунд. Батрайдер уже практически готов. Забрать Миди Тавер. Забрать Миди Тавер. Есть еще Аегис. И было бы неплохо на него подбайтить. Но вот лунный кулдаун БКБ и нет ультимейта. Возможно, стоит отойти, если сыграть более на верочку. Так, все. ТП у нас от ДК. ДК без формы. Без БКБ. Батрайдер с Лассо. В это время сплитит Свардар. Директора статистика 032. Ну, как-то, скажем так. Так. А здесь у нас продолжение праздника. Забирает Шторм у нас Эр Спирита. И погибает также Венга. Минус 2 саппорта команды Ньюби. Ну, это означает, что можно опять же попробовать забрать Тавер. Свардар, кстати, также присоединяется к своей команде. Пока я, в принципе, и без него справляюсь. А Егис выпал. Теперь уже надо быть более аккуратным. Разлом от Элдор Титана не совсем удачный. Ну, и тут, соответственно... Уходит у нас Батрайдер. Уходит ДК. Батрайдер пока не уходит. Батрайдер стоит и ждет момента, на кого бы здесь напасть. Свардар. Вот мне, кстати, было интересно. Директор захочет сыграть более сейвово. И приобрести вот сначала себе какой-нибудь, например, Форстаф. Либо на Верочку, там, тот же БКБ. И вот, честно говоря, я думала, что через Форстаф пойдет. Но решил БКБ делаться. Шторм практически с Орчидом. Батрайдер с ГЕМ промеряет наличие вардов. Ну, как раз ГЕМ здесь был абсолютно правильным решением. Сейчас объясню, почему. Ньюби уже чувствует, что их зажимают на базе. И у них единственный шанс хорошо подраться. Без Вижена команды LGD. То есть, самим начать замес и так далее. Если этого не произойдет, то у них шансы становятся меньше и меньше. Потому что если как раз дать команде LGD преимущество, они в прошлый раз даже проигрывают две стороны. В принципе, смогли выиграть. То есть, когда у них сейчас настолько все будет хорошо, то проблем закончить игру у них вообще не будет. Отгадайте, что собирает себе Луна. Я даже без догадок могу сказать. Это Линкен Сфера. Потому что Сандер в БКБ действует. Единственное, что может спасти Сандера, это Линка. Сбивать особо здесь Линку может только Вингас с там свапом станом. Ну, опять же, это свап обычно тратится на то, чтобы подсейвить кого-то, а не сбить Линкен Сферу. А если она подойдет на расстояние для того, чтобы дать стан, она просто погибнет. Бэтрайдер со своей Линкой. Ой, простите, со своим Лассо. Ну и Фордстапом. Опять же, тратит Лассо. Но в Линкен Сферу очень не хочется. Ну, если можно потратить тот же Форс, неприятно. Ну, я стану ДК. Смоки от команды Юби. Ну, опять же, я только что сказала, когда не будет вижена у ЛГД, у Юби есть какой-то шанс. БКБ есть на ДК. Здесь, в принципе, также все, что необходимо. Ну, пока начинает терять Бэтрайдер. В фарме начал так хорошо. И Доминейтинг была, а потом только в смерти. Однако, ЛГД понимает, что сейчас в Смоках находится как раз команда Юби. Бэтрайдер уже спалился. Ну и, в принципе, решили особо не мелочиться. Раз уж Смоки не пошли, почему бы Тавра не забрать? А тут Шторм Спирит находится у нас с дабл дэмэджем. И влетает, притягивает он Тирофф Блейда. Получается, стану лицо. Жестокие лаги. Пошел разлом от Алдер Титана. Убивает у нас Слордара. Ой-ой-ой. А тут же у Тирофф Блейда уже есть. У нас БКБ. Луна свое БКБ и ультимейт не потратила. Сейчас Решница Сторм и начинает агрессив танковать. Свап от Мэджи Фулл Спирит. Винга погибает. Вау. Трипл килл от Луны. Отличный ультимейт. И, в принципе, как все происходило. Почему так нагло летел Шторм? Он понимал, что кто-то умрет в любом случае. И как раз, чтобы убить Тирма, будут потратить на него как можно больше ресурсов. Там шли в разменную монету. Также он понимал, что он очень быстро рез Лесенса. Потому что у него было много зарядов в Лудстоуне. Он, правда, очень быстро рез Лесенса. Пошел в замес. Они остались без ультимейтов. Ну и, соответственно, в принципе, дальше агрессив пошел на Луне вперед. Подрубил ультимейт. БК. И, в принципе, вы видели. Трипл килл. Да. Трипл килл. Луна приобрелась в Ленку. Лотар приобретает себе ДК. Прилетает Винга. Не знаю, что ты делаешь, Винга. Заряжаешь еще заряд в Булстоуне для Шторма. Ой, ну тут уж слишком нагло. Неужели Батрайдер погибает? И Батрайдер погибает. Однако вот в размену на Шторм Спирита хотя бы что-то приятное. Камень. Встал. Кстати, что по поводу гема. Гем теперь у Элдер Титана. Теперь и Вижена не будет у команды Юби. Вардов будут лишать. Батрайдера, если вы помните, гем выбили. Опять же, придется тратиться на Сентрии и так далее. А оставить варды против своего же гема неприятно. Элдер Титан. Тоже хочется отметить хороший Гродневу. 2-3-12 счет. Ну а теперь выхода Рошана. Рошан у нас под номером 2. Однако. Однако здесь цепанули Шторма. И Шторм. Шторм, кстати, еще живет. Неужели? Нет. Шторм выживает. А Шторма была потрачена много всего. Надо как-то добивать БКБ Драгон Кнайта. Годлайк от Лумиан. От Агрессива. Однако, размен на Кристал Мейден. Самое главное, конечно, что выжил Шторм. Дальше продолжается у нас замес. Тиробит прожимает БКБ. И даблкил добивает еще Элдер Титана. Вот что же такое? Только похвалю какого-то игрока. Он сразу умирает. Сразу конькет бросил. И пошел ультимейт от Луны. В этот раз не такой удачный, как в прошлый. Потому что, во-первых, было очень много крипов. Однако Шторм прилетает на помощь. И получается забрать Ролблейда. Погибает также Бэтрайдер. Теряет гем. Теряет гем. Вылаживает стики сейчас. Шторм. Эмбер, ты чего? Ой, простите. Эр Спирит, ты чего? Трипл килл от Луны. Ну, вообще-то мог быть ультра-кил, кстати. Это и есть ультра-кил. Это вообще мог быть Рэппедж. Но нагло, мэйби, на Шторме украл. Украл фраг. Ну и дальше... Дальше, кстати. Что по байбекам? По Трайдера есть байбек. Но он как-то его и не делает. Особо боится. Потому что, блин, а что тут делать? Если сделаешь байбек, просто что он влетит, тебя убьет. Вместе со Слуной дэмэджем их просто миллион. Тиролблейда байбека нет. Ну и теряет вторую сторону команда Ньюби. Притом даже Рошана. Эх, лучше бы они Рошана забрали. Мотостайл приобретает себе Тиролблейд. Понимает, что тут уже... Надо идти в Бабанг. Ну, никак приобретает. Он просто его не успел принести. И сейчас вот как раз взял. Ну и теперь выход на Рошана. 4600 денег на руках у Луны. Сейчас заберет Рошана. Возьмет Аегис. Ну, я думаю, Аегис опять возьмет Шторм. Сыра пока нет. Ну и Бабочку докупит Луна. Да, Аегис опять достается как раз Шторму. А Шторм у нас... Не, ну Шторм, ну не так же суицидится. Однако, типа, скажем так, развел на БКБ ДК. Развел на БКБ ДК. Шторм улетает отсюда. А вот ДК уже никуда не уходит. Еще один заряд в копилку Блудстоуна Шторма погибает. Батрайдера сейчас у нас будет минус 5. Ну, разве что... Ой-ой-ой, кстати, нет. Забрали Луну. Даблкилл от Тиролблейда. Шторм пытается на развороте драться. А Тиролблейда забирают. Триплкилл от Шторма. Дальше, 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 дальше. Нет, подождите. Тиролблейда не забирают. Я успел совнуться хп. Черт возьми, да как же так? Ты постоянно выживаешь. Ультра-килл от Сиролблейда. Честно говоря, по тому, как начался замес, я подумала, что LGT его выиграют в Салатину. Однако, тут небольшая, скажем так, нестыковочка. Шторм слишком нагло влетел. Могу все-таки этот Таегис, скажем так, получше разменять. А так он летел. Вроде бы развел там на какие-то спылы, на прожатие БКБ. Сразу убили ДК и так далее. Но законтрили Луну. Луна не была без бабочки еще. Если бы бабочка была там уже, она бы в любом случае выживала. Но бабочки не было. Ну и, соответственно, вот поэтому умерла. Ну-ка, опять же, очень много зарядов. Было Шторма. Дальше, мне интересно, будет собирать себе Шиву либо Хекс. Честно говоря, мне кажется, что это будет Шива. Потому что тут как раз против иллюзии Тиролблейда неплохо было бы иметь что-то такое. Что-то массовое. А может это будет БКБ. Либо БКБ, либо Шива. Графики. Думаю же, состояние выкопа стоит закрыть. Да, БКБ Шторм приобретает. Кстати, по графикам, по графикам. Ну, и вы сами все прекрасно видите. Уже преимущество у ЛГД достаточно серьезное. В принципе, здесь и у Ньюби двух сорон нету. Надо пойти за последним внешним Тавером забрать. И далее уже заходить на ХГ. Опять же, конечно, Аегиса нет. Но не так уж страшно. Прошлой замес для Ньюби прошел, на самом деле, очень хорошо. Прямо, несмотря на то, что Аегис... Аегис Шторм просто выкинул. Сказал, мне Аегис не нужен. Я его демонстративно, скажем так, отдаю. Пользуйтесь на здоровье. Ну, и сейчас начнется. Итак, начинается у нас замес. Первым тратить в Кристал Мейден лосом. Опять же, ситуативное решение. Ну, разультилась тут Луна. Должен погибать ДК. Однако, у ДК есть Лотара. И ДК у нас не добивают. Далее. Бэтрайдер. Последняя тычка. Бэтрайдер умирает. Ну, и Луна остается один на один с Тиррол Бэйдом. Тиррол Бэйд погибает. Ну, и, в принципе, погибает также здесь и Винга. Ультра килл от Агрессива. Просто куча ультра киллов в этой игре. Ну, и Гудгейм пишет у нас Бэтрайдер. Вторая игра закончилась победой команды LGD. И эту встречу выигрывают они со счетом 2-0. С чем мы их и поздравляем. Отличная игра от директора и компании. Отличная игра от Агрессива. Ну, молодцы. Нечего сказать. В принципе, сыграно очень четко. Мне понравилось. Ладно, спасибо всем, ребят, кто меня сегодня смотрел. Если вы думаете, что на этом вы от меня избавились. Не тут-то было. Не тут-то было. Потому что у нас еще одна встреча в 2, кажется. Или 2. Подождите. Не важно. Ну, в любом случае, я уже с 6 утра комментирую. Поэтому немножко забыла. Так, ладно. Ну, а пока послушайте музычку. Ну, и немного отдохните от меня. Ну, только немного. Ну, и немного. Продолжение следует...